Друзья, я уже много лет судья в ММА. Буду ли я судить, буду ли я там драться, выступать? И так получилось, что я стал чемпионом Гран-при этого шоу. Не верю, это вообще невозможно! Я не хотел этого хайпа, но раз уже он свалился на меня, придется что-то с этим делать. Друзья, мне много говорили уже, что я похож на Федора Мельяенко. С дочкой гулял, да, и мне сосед, когда я ему говорю, здравствуйте, он мне говорит, шикарный бой. Ну, блин, это приятно. Всем привет, мы на канале Будимания, меня зовут Александр Сидорин. И сегодня в этом зале Ultimate Fitness мы проведем тренировку. И вы увидите, как я тренируюсь. Тренирую ребят, и в принципе моя работа тренерская, да. Но в силу того, что нужно соответствовать этим ребятам, и порой где-то показывать им, да, приходится тренироваться самому. А от этого, наверное, и есть какая-то моя более-менее хорошая форма, в которой я, ну, позволил себе выступить на битве за хайпом. Выйти на этот бой, наверное, меня, ну, в первую очередь я уже говорил, что это был мой коллега, который подбил меня на это, да. А во-вторых, наверное, просто в очередной раз просто хотел себя проверить. Проверил, получилось. До этого всегда это во мне сидело, как бы, да. И, в принципе, как бы, слава богу, что все получилось удачно. Человек захотел себя проверить. У него есть все для этого, да, то есть у него есть габариты. Молодец, так скажем, он отвечает за свои слова, то есть он не просто воздух сотрясает, да, то есть он именно мужик такой прям, вот, мужик. Да, наверное, как бы, в любом случае у Саши багаж и руки у него, конечно, очень быстрые и сильные, то есть, да, для тяжей, наверное, у него одни из самых быстрых рук. Вот, но почему нет, это имеет место быть. Он захотел и неизвестно. У тяжей в любом случае все может решить один удар, даже скользь. Шанс есть всегда и у всех. Просто процентовка этого шанса, как бы, она может быть разная, да. Все зависит от того, как Миша подойдет, как Саша подойдет к этому, потому что Саша может недооценить Михаила, да, как бы, а Михаил может сюрприз преподнести ему, как бы, да. По крайней мере, пока все идет к этому, и я не исключаю, что он может состояться. Мне очень много после моего боя писали о том, что якобы это подставной бой. Я не собираюсь никому ничего доказывать, кто хочет или кто знает меня, тот знает, что такого не было, что я никогда не занимался такой ерундой. И все это было в реале. Пятнашки легкие. Задача зайти в борьбу в корпус. Обозначить, то есть, где-то либо сванивать, либо там прижать к сетке, наклонить его, загрузить. И тут же переключиться на ударку. Именно через провал, то есть, заставить его дергать. Вот, 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 да. Вот, живот везде раскрывает меня. Вот, живот. Вот так. Не надо ждать меня, дергать, заставлять меня сделать то, что тебе нужно. Вот, 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 вот. Именно в этой клетке состоялась первая битва за хайп, где ребята вышли. У них была своя история в интернете. Они друг на друга переписывали, что-то высказывали. Но в итоге они сошлись к тому, что по-мужски выйдут и решат вопрос в клетке. Они вышли, это сделали. И большой им респект за это. Потому что говорить могут многие, а делать не каждый. История в школе. История в школе. История в школе. Смотрите. Назревает очередной бой господина Датска и Максима Новоселова. По поводу Датска могу сказать, что это реально уже фрик. То есть, если когда-то он был еще спортсменом, как минимум, пытался что-то делать, сейчас это больше фрик-шоу. По поводу Максима Новоселова не могу ничего сказать плохого, потому что это достойный человек, я его знаю лично. Как бы большой русский богатыр. Я не знаю, зачем ему это надо. Я думаю, что Датсику совсем будет не сдобровать после того, как Максим его побьет. Встаем на мешки, грузим вверх, разбиваем ногами, загрузили вверх, чтобы русский наверх задрал, плотно на ножки встал. Ну, на свой бой, наверное, не то, что у меня не было плана. Я его просто даже не успел в голове придумать. Просто вышел подраться. Слава богу, хватало навыков того, что дрался много, да, как бы в свое время и на улице, и в ринге дрался много. Поэтому вышел, как получилось, так получилось. Пытался работать в ситуации. Ну и, слава богу, ситуация обернулась в мою сторону. Я слышал секунданта своего на удивление. Ну, я его слышал, да. Эдуард Вартанян, ему большое спасибо за то, что он помог мне согреться, где-то подержал чуть-чуть, спил лапы, со мной повозился. То есть, пошел со мной в клетку, подсказывал, да. То есть, как бы, ну, слава богу, не пришлось долго подсказывать. Но, как минимум, я его слышал. То есть, и большое ему спасибо за то, что он помог в такой ситуации, которая сложилась спонтанно, но в итоге переросла в большой хайп. К сожалению, своей экипировки у меня с собой не было, да, она осталась в машине, до нее было далеко идти. И мне организаторы, я так понял, они купили эти шорты в этом зале боксерском. Это были не мои шорты, это были боксерские шорты. И поэтому я так смешно в них смотрелся. Потому что у них, помимо того, что они по коленам, мне пришлось их подвернуть, и они с широким поясом, и поэтому так достаточно забавно смотрелись. Ужас. Мне много говорили уже, что я похож на Федора Меляенко. Мне это очень льстит, да, помимо того, что я так понял, что мы лицом похожи. Фигура у нас тоже, в принципе, плечи, все вроде, как бы, и все есть, но такой далеко не рельефный животик, да, это самое. Но самое главное, есть характер, есть стойкость. Слава Богу, мне очень импонирует тем, что я похож, как минимум, этим на Федора Владимировича. Моей работе, помимо того, что я, как бы, являюсь судьей Союза ММА России, да, и Федор Владимирович являлся моим непосредственным начальством, руководством, да, как бы, мы очень много пересекались на турнирах. То есть, либо где Федор Владимирович был гостем почетным, да, либо что он кого-то секундировал. Мое мнение, что сейчас то, что делает Федор Владимирович именно в свои уже 40 с лишним лет, то, что он дерется, это большой стимул. Да, может быть, все говорят, ну, и я, может быть, в том числе считаю, что, может быть, надо было уйти непобежденным и закончить карьеру чуть-чуть раньше. Но он сейчас пришел в Беллатр и привел с собой туда пляду молодых бойцов, которые уже наводят на данный момент очень много шороху в Беллатре. И, насколько я знаю, что это одно было из условий его подписания с Беллатром, что подпишут туда ребят, то есть Федор Тим, его команду. И вот реально ему за это большой респект, потому что, ну, он большое будущее, открою ребятам. Они талантливы, они могли бы, в принципе, и сами, может быть, пробиться, но на это бы ушло какое-то время. А, к сожалению, в нашем спорте упущенное время уже не восстановишь. Поэтому все получилось у них своевременно. И сейчас они пожинают плоды от этого. И я думаю, что они ему за это благодарны. Ручки без остановки бьем. Любой удар, легко, свободный, без остановки. Ни секунды не проставят. Легко чуть касаемся, но бьем. Шоу Амирана «Битва за хайп» мне помогла стать известным. Что будет дальше, я не знаю. Буду ли я судить, буду ли я там драться, выступать. Но я знаю точно, однозначно, что это развивает ММА, что это популяризирует спорт, что это людям интересно. Ребята, смотрите это. «Битва за хайп» и будет дальше только интереснее. Я тренирую ребят разного уровня. Сегодня была тренировка профессионалов. Но есть также любительские группы. Есть детские группы. Детские группы, они по тайскому боксу. Город Королев, по тайскому боксу, клуб Сибирь. Там тренируем. Все, кто профессионалов, в принципе, это те ребята, которые выступают на российских промоушенах. И не только. Вы их всех знаете. В принципе, кто следит за моим инстаграмом, за моей историей, они знают этих бойцов. И я думаю, что вы тоже смотрите их. И желаю им удачи, потому что у них в очень скором будущем будут бои. Парни, все, сейчас растяжка классическая. Уже все, в принципе, сами знаете. Доделаем все упражнения. Вам, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм. Пишите. Ставьте лайки. И в описании все подробности. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok